Монетизация сайта или как сегодня зарабатывать на своем собственном сайте? Это довольно-таки популярный вопрос и подписчики нашего канала попросили снять отдельное видео по этому вопросу. Поэтому мы сегодня покажем, как действительно необходимо зарабатывать на своем собственном сайте. У нас уже 10-летний опыт в интернет-маркетинге. Мы продвигаем множество клиентских, в том числе и свои сайты. Знаем механизмы по заработку на своем сайте, как действительно можно выгодно и хорошо зарабатывать сегодня в интернете. Какой контент необходимо создавать и каким образом получать с этого доход. Меня зовут Улитовский Анатолий и сегодня мы раскроем тему монетизация сайтов или как сегодня максимально заработать в интернете. И прежде чем перейти к основному вопросу, у меня вопрос к тебе. Зарабатываешь ли ты сегодня в интернете? Да или нет? Если нет, напиши просто нет. Я буду понимать, что тебе интересен этот вопрос. Если ты зарабатываешь, напиши, пожалуйста, в комментариях, каким образом ты зарабатываешь. Я думаю, подписчикам нашего канала, в том числе и мне, будут интересны твои методы заработка. А мы переходим к основному вопросу. Первый вид заработка, именно когда вы имеете свой сайт, он менее прибыльный, но довольно-таки популярный. Это настройка Google AdSense или Яндекс.Директ. Когда вы в контент вашего сайта вшиваете рекламу других сайтов. Это делают пользователи с помощью Google AdSense. Они платят Google, Google непосредственно платит вам за переходы, за клики. И этот вид рекламы, он не приносит много денег. Звучит немножко негативно, да? Многие сайты его используют, в том числе крупные новостные сайты, такие как CNN, BBC, New York Times. Множество сайтов используют этот вид рекламы. Потому что если аудитория действительно огромная, не весь контент можно монетизировать. Именно настраивая какие-то другие виды монетизации. Поэтому это один из видов заработка, как правило, крупных агентств. Если же у вас какой-то небольшой блок или какой-то другой вид контента, этот заработок вам не подойдет. Потому что много вы здесь не заработаете. В основном это для новостных больших крупных порталов. Второй вид заработка, это непосредственно партнерки. Когда вы рекламируете какие-то другие сайты. Этот вид заработка, в том числе, используем и мы. К примеру, мы написали большой обзор сервиса Serpstat. Это полезный инструмент, который помогает в продвижении сайтов. И указали ссылку непосредственно на сам сервис. Мы его рекомендуем, потому что постоянно его используем в русскоязычном продвижении. И ссылка с нашего обзора ведет непосредственно именно на Serpstat. И там содержится специальный код в этой ссылке, который дает нам какой-то процент от продажи. Те пользователи, которые перешли по нашей ссылке и заплатили Serpstat за сервис. Мы получаем с этого 30%. То есть идет определенная монетизация. В основном мы не используем этот вид рекламы, но не весь контент мы можем монетизировать. Допустим, если мы видим, что какой-то контент мы не можем монетизировать, нам проще настроить партнерку. К примеру, мы написали большую статью. Заработок в интернете. Рекомендую вам почитать эту статью. Она очень популярная. По многим ключам она в том 10. В том числе там заработок в интернете. Заработок в интернете с вложениями, без вложений и тому подобное. И в этой статье множество ссылок на другие ресурсы. В том числе все эти ссылки это партнерки. То есть мы получаем какой-то определенный процент. Если пользователи переходят с нашего сайта на вот эти другие сайты. Мы получаем процент, если идет оплата при регистрации непосредственно на целевых сайтах. Гениально. Мы не используем этот вид рекламы как основной заработок. Я думаю, это вообще минимальный процент от нашего дохода. Но не весь контент мы можем монетизировать. Поэтому часть контента, если у нас нет возможности монетизировать, то мы создаем партнерки. Некоторые на партнерках зарабатывают действительно огромные деньги. Большие деньги. Вот к примеру партнерка есть даже у Амазона. Популярнейшего американского интернет-магазина. Который на сегодняшний день делает больше 50% онлайн продаж в Соединенных Штатах Америки. Представляете, какой огромный рынок. И при этом они взяли около 4% всех продаж в Соединенных Штатах. То есть этот ресурс действительно приносит огромные деньги. И они в том числе имеют свою партнерку. И некоторые блогеры, направляя туда трафик на Амазон, зарабатывают им миллионы долларов. То есть огромнейшие деньги. Почему? Потому что они создают какой-то полезный контент и направляют на продукты Амазона. Когда покупают товар, Амазон непосредственно платит какой-то определенный процент. Это действительно эффективный вид рекламы, партнерки. Многие его используют. В том числе это популярно среди блогеров. Единственное, что для хорошего заработка вам надо создавать огромный трафик, большую аудиторию. Преданную аудиторию, которая будет читать ваш контент, пользоваться им. И непосредственно получать какую-то оплату за использование этого вида рекламы. Также непосредственно партнерки можно рекламировать при видеоконтенте. Если вы снимаете видеоконтент, как мы, вы можете где-нибудь рассказывать про какие-то другие полезные ресурсы. К примеру, я думаю, вы, наверное, видели не раз в Ютубе рекламу 1xbet. Практически множество спортивных обзоров, ютуберов, которые показывают какие-то спортивные события. Они везде включают эту рекламу. Почему? Потому что 1xbet им платит деньги за количество просмотров. Они получают какой-то определенный процент. Или по ссылке, когда заходят, регистрируются на 1xbet, им платятся за это деньги. Это эффективный вид рекламы, но он работает только тогда, когда действительно вы создали огромную аудиторию. И большая ошибка тех, которые создают блоги, создают ютуб-каналы и пытаются сразу заработать. Я вам скажу, к примеру, американский бизнесмен, интернет-маркетолог Nail Patel рекомендует первый год вообще забыть о каких-либо доходах. То есть сосредоточить свое внимание на поиска аудитории. То есть вам надо создать свою какую-то преданную аудиторию, которая будет читать ваш контент, которая будет интересоваться им. Не пытайтесь сразу на этом зарабатывать. К примеру, тот же Facebook, когда создавался, они могли миллионы долларов уже зарабатывать на рекламе. Они подождали, когда они смогут зарабатывать миллиарды. Сегодня эта компания зарабатывает в год 50 миллиардов долларов. Почему они зарабатывают такие деньги? Потому что они не пытались сразу монетизировать. Когда у вас нет преданной аудитории, люди не пользуются постоянно и вы пытаетесь им сразу навязать рекламу, это отпугивает, людям становится неинтересно, они чувствуют, что их пытаются обмануть. Но когда вы набрали огромную аудиторию, вас знают, вас читают, ваш контент интересный, тогда непосредственно вы можете уже включать где-то призыв к действию и продавать партнерки. Самый выгодный вид рекламы сегодня это непосредственно именно продажа своих товаров и услуг. То, что мы и делаем. Мы создаем классный видеоконтент, мы пишем статьи в наш блог, это полные гайды, но наша цель это не продажа партнерок, это не продажа Google Adsense. Наша цель это непосредственно продажа нашей услуги. Это самый основной доход. Именно когда вы продаете свой товар. То есть получая определенный трафик, вы направляете его на какие-то коммерческие страницы, на лендинг пейджи и зарабатываете на этом действительно выгодные деньги. Для этого необходимо создавать классный контент, полезный контент. Вот мы это и делаем, это YouTube-канал, это наш блог, это наши SEO-инструменты. То есть мы создали там 9 SEO-тулов, которые помогают нам привлекать трафик. Но наша цель это направить непосредственно пользователей на наши коммерческие страницы, где мы продаем именно продвижение сайтов. То есть наша основная, основной доход это именно продвижение. То есть мы помогаем продвигать органические, получать органический трафик и осуществлять там контекстную рекламу. То есть это наш основной доход. Молодец! Поэтому создавая контент, наша цель это непосредственно продажа наших товаров и услуг. Поэтому третий вид монетизации, именно когда вы продаете ваши товары, это самый большой заработок. Больше заработка в интернете нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. На каждый вопрос мы обязательно вам дадим ответ. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. И также пишите в ваших комментариях обязательно, какой вид контента вам интересно увидеть. То есть какие вопросы для вас не раскрыты, мы будем снимать эти полезные видео и непосредственно выкладывать на нашем YouTube канале. До новых встреч!